Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим вопрос, в каком смысле в Нагорной проповеди содержится призыв о непротивлении злу и о том, что если нас ударили по одной щеке, мы должны подставлять другую. Мы будем в исследовании этого вопроса отталкиваться от текста Евангелия от Матфея, 5 глава, с 38 по 42 стих. И мы читаем. «Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб?» Это было сказано в Ветхом Забете в Законе Божьем. «А я, говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Давайте посмотрим, какие комментарии существуют на этот отрывок. Иларий Пиктовийский пишет. «Господь хочет, чтобы надежда нашей веры, устремленная в вечность, испытывалась такими вещами, что сама способность переносить обиду свидетельствовала бы о нас на будущем суде. «Закон страхом держал неверный Израиль в страхе и смирял их желание совершить несправедливость сознанием того, что в ответ он получал то же самое». Вера же не терпит сильного огорчения из-за нанесенной обиды и не допускает мщения. То есть в христианстве. «Поскольку на суде Божьем тех, кто претерпел обиду, ждет великое утешение, как сказано, мне отомщение, я воздам, а тех, кто нанес ее, то есть обиду, суровое наказание. Итак, Евангелие предписывает нам не только воздерживаться от совершения несправедливости, но требует также, чтобы мы избавились от тайного желания мстить за нее. Ибо нам повелевается, получив удар в одну щеку, подставить другую. И чтобы, неся бремя, тысячу шагов, то есть когда просят с нами идти поприще, мы продолжали нести его две тысячи шагов, чтобы увеличением обиды они увеличили возмездие, то есть сами те, которые нас обижают. «Поскольку Господь для приумножения своей славы подставил свои щеки для ударов и спину для бичевания». Конец цитаты. Итак, действительно, мы видим призыв от Господа с нашей стороны, чтобы нам не отвечать злом на зло, добром на добро. В чем проблема? Таким образом, Господь хочет вывести нас из сферы товарно-рыночных отношений, когда мы любим любящих нас и ненавидим ненавидящих нас. Это как бы заевшая пластинка. Но, будучи носителями уже Нового Завета, не плати, но духа, мы должны правильно выстраивать свое отношение к каждому возможному обидчику. Но это отнюдь не значит, что мы не должны защищать собственные права и права наших родных и близких. Например, в Евангелии от Иоанна, 18 глава, 22-23 стих, мы читаем о Христе. «Когда Он, то есть Христос, сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав, «Так отвечаешь ты первосвященнику». И Иисус отвечал ему, «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Действительно, никто не имеет права безнаказанно нападать на другого человека. И вот этими словами Христос подает нам пример, что да, мы можем подставить другую щеку, но при этом мы имеем право выговорить обидчику все, что мы об этом думаем. В книге «Деяния святых апостолов», 25 глава, 7 стих по 12, говорится о том, как апостол Павел требовал от светской власти соблюдения его прав как римского гражданина. По законам того времени наказывать плетьми римского гражданина было совершенно недопустимо. И мы читаем. «Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же», то есть апостол Павел, «в оправдание свое сказал, я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря». Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу, «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел сказал, «Я стою пред судом кесаревом», то есть светским, он как бы говорит, а при чем тут Синедрион еврейский, «Я стою перед судом кесаревом, где мне и следует быть судимым», потому что этот суд все-таки беспристрастно относится к разным религиозным течениям. Далее Павел добавляет, «Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь, ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть». Здесь апостол Павел говорит о том, что если он заслуживает смертную казнь, он готов ее принять, но он должен знать, за что, насколько это справедливо. «А если ничего того нет, в чем сие обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда кесарева». Он требует императорского суда кесаря, то есть цезаря. «Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал, ты потребовал суда кесарева, кесарю и отправишься». И мы знаем, что далее как раз апостол Павел и отправляется в Рим. В некоторых случаях, когда речь заходит о непротивлении злу, в православном сообществе используют искаженную цитату из святителя Филарета Дроздова. Она обычно воспроизводится так. «Личного врага ты можешь любить, врага Христа ненавидь, врага Отечества бей». Но надо сказать, что всегда, когда я слышал эту цитату, меня поражало то, что православный митрополит призывает кого-то ненавидеть. И позже я узнал, что эта цитата, она неправильно воспроизводится. На самом деле это из слов митрополита Филарета Дроздова в неделю 19 по 50. И правильно произносить эту цитату «Гнушайтесь убо врагами божьими, поражайте врагов Отечества, любите враги ваши». Никакого призыва к ненависти нету. Для христианина это неприемлемо ни в каких случаях. Книга пророка Исаии, 1 глава, 17 стих. Господь через этого пророка выразумляет нас. Научитесь делать добро. Далее говорится, какое добро имеется в виду. Ищите правды, то есть справедливости, спасайте угнетенного от эксплуататоров, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Это Божий призыв, и это есть то добро, и та правда, справедливость, чего Господь ожидает от нас. Но кто-то может спросить, а что может означать «Гнушайтесь убо врагами божьими». Ну, например, во втором послании Иоанна Богослова, 1 глава, 10 стих, сказано «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». Ну, понятно, что ни о какой ненависти здесь совершенно ничего не говорится. Святотической традиции даже перечисляются возможные причины для начала военных действий. Давайте посмотрим, какие это причины, допустимые причины. Возможные причины для ведения военных действий. Во-первых, Блаженный Августин говорит, что согласно служащему поддержанию мира среди смертных естественному порядку, он называет это естественным порядком, необходимо, чтобы право задумывать и объявлять войну принадлежало тем, кто обладает наивысшей властью. То есть не должно быть так, как, вот помните, советский фильм о Минхаузене, который объявил войну Англии. Его там вызывают, и там губернатор или мэр спрашивает, а как это, что каждый может объявлять войну? И вот Августин со всем авторитетом, он говорит, что это не частность какая-то объявление войны, это может сделать, например, царь или правитель. Это во-первых. Во-вторых, Августин настаивает, необходимо наличие справедливой причины, а именно, чтобы атакованные были атакованы, потому, что заслужили это некоторым своим проступкам. То есть имеется в виду, что нельзя нападать на людей, которые сами ни на кого не нападают. Поэтому Августин также говорит, война представляется справедливой тогда, когда она является возмездием за несправедливость, когда должно покарать народ или государство за отказ возместить причиненное зло или вернуть то, что несправедливо захвачено. В-третьих, необходимо, чтобы воюющая сторона имела правильное намерение. И вот по поводу этого Августин свидетельствует, что истинная религия полагает мирными те войны, которые ведутся не ради превозношения или жестокости, то есть только ради мести, но ради укрепления мира, наказания злодеев и утверждения добра. Также Августин пишет, страсть к нанесению ущерба, жестокая жажда мести, безжалостность и неумолимость, лихорадочное отвращение, вожделение власти и тому подобное, все это по праву считается проклятием войны. И когда мы читаем Библию, первую книгу, книгу Бытия, вы, наверное, все помните, там Яков проклял Левия и Симеона такими словами «Проклят гнев ваш, ибо жесток, и проклята ярость ваша, ибо свирепа». То есть, оказывается, даже во время войны не надо переходить пределы. Гнев может быть, но он не должен быть жестоким. Ярость может проявиться у воина, но она не должна быть свирепой, то есть не должна низводить человека на положение лютого зверя. Итак, сегодня мы рассмотрели вопрос, что означает непротивление злу именно в христианско-церковном понимании и значении. Подписывайтесь на библейский портал «Алексагет», чтобы вам вовремя получать информацию о наших беседах. И берегите себя. «Алексагет»